Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Трагедия на Октябрьской. В Бобруйске погиб 43-летний мужчина. Стать заметнее на дороге ради личной безопасности. К этому призывают сотрудники ГАИ. В последние дни участили случаи ДТП с участием пешеходов. Ни единого пожара. Оперативная обстановка в городе и районе. Мы начинаем. Упал с девятого этажа. Накануне во дворе 175-го дома по Октябрьской был обнаружен погибший мужчина с признаками падения с высоты. Для установления причин трагедии назначен ряд экспертиз. О том, как охарактеризовали 43-летнего соседа жильцы, знает Людмила Любимцева. 18 ноября около 9 вечера во дворе одной из многоэтажей города по Октябрьской было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Смерть наступила в результате падения с высоты. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В цели установления причин и условий произошедшего Бобруйским межройным отделом Следственного комитета проводится проверка. О том, что в их доме произошла трагедия, многие соседи узнали только от нашей съемочной группы. Это известие стало шоком. Все характеризуют погибшего исключительно с положительной стороны. Он с батьком жил. Мать умерла тоже рано. И вот он остался с батьком. Ну, так все время вроде спокойный, так и хлопец. А батька уже слабый, он на глаза не видит. Он сделал только операцию, он его возил еще тут Могилева, тут Могилева. Он хороший парень был. Хороший. И так вот я никогда его иногда встречала. Он здоровается. И никогда он не был что-то пьяный или все. Спокойный. Я ничего не могу сказать. Ну, то есть вежливый, всегда здоровался. Здоровался, никаких проблем не было. Одна из соседок 43-летнего мужчины решила остаться в тени, но согласилась сказать нам несколько слов про жильца своего дома с девятого этажа. Я его часто встречала на улице, этого мужчину, который моложе. Он всегда здоровался. Вполне адекватный, нормальный человек. А как так могло случиться, не знаете? Без понятия. Вчера было все тихо. Ну, как, милиция приходила, спрашивали. Ну, в это время я все была дома. Вот. И балкон, и окно открыто. Я ничего не слышала. Все тихо было и мирно. Вечер трагедии. Сотрудники Следственного комитета и судмедэксперты работали на месте происшествия. Что могло привести к гибели, предстоит выяснить правоохранительным органам. Людмила Любинцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. За выходные на дорогах области в трех ДТП четыре человека погибли, шесть получили травмы. 17 ноября около семи вечера на 176-м километре дороги Минцгомель в районе деревни Плеса неустановленным автомобилем был совершен наезд на 83-летнего местного жителя, который двигался по проезжей части с тележкой в попутном направлении. Затем на сбитого пешехода, лежащего на проезжей части, был совершен наезд автомобилем БМВ под управлением 31-летнего меньшанина. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Пешеход с вето-возвращающими элементами не обозначен. Вместо с сотрудниками УГАИ УВД, Управлением уголовного розыска и Бобруйского РУВД предварительно была установлена автомашина. Она принадлежала одной из частных фирм города Минска и управлял этой автомашиной житель города Минска 56-го года рождения. За заведомое оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии водителю может грозить наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет. В понедельник утром 34-летний пешеход без фликера попал под колеса иномарки. Предварительно установлено, 25-летний водитель ФИАТ ехал по улице Оранжерейной, сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию. Света возвращающими элементами пострадавший обозначен не был. Самое простое правило – обозначить себя фликером, чтобы водители заранее заметили того, кто идет в темное время суток вдоль трассы или переходит дорогу. В ближайшие дни дорожные милиционеры усилят контроль за пешеходами, в том числе около школ и во дворах, проверят использование водителями ближнего светофар в темное время суток. Продавец одного из магазинов города украла выручку и пыталась уехать с ней в Россию. 14 ноября женщину задержали прямо перед отправлением автобуса на Москву. 29-летняя местная жительница устроилась работать с продавцом фруктов к предпринимателю на рынок на Красноармейской. 13 ноября женщина немного выпила, взяла с собой выручку за день, а это 350 рублей, около килограмма фруктов и сбежала. Она планировала на следующий день уехать, но 14 ноября сотрудники милиции задержали ее в рейсовом автобусе. Честь денег продавец потратила на алкоголь, остальные обменяла на российские рубли. Возбуждено уголовное дело за кражу. Ей могут грозить исправительные работы на срок до двух лет. С 11 по 18 ноября в городе и районе не произошло ни одного пожара. За этот период подразделениями гор-райотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено два выезда на горение мусора, шесть раз на срабатывание сигнализаций и семь на оказание технической помощи организациям и населению. Всего же с начала года в Бобрыске произошло 67 пожаров, пять человек погибло. За аналогичный период 2018-го в городе было на одно возгорание больше. Огонь унес пять жизней, в том числе двое детских. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ириянс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok